Огромную кучу древесных опилок, объем которой исчислялся десятками тысяч кубических метров, растащили по этому полю. И хотя тушение отдельных очагов возгорания еще продолжается, главную цель – ликвидировать дым и неприятный запах, который терзали жители Ленинского района, удалось выполнить. Территорию, на которой горели опилки, предстоит засыпать землей слоем толщиной не менее 20 сантиметров. Это нужно, чтобы с одной стороны исключить риск повторного возгорания, а с другой – рекультивировать этот участок для дальнейшего использования. По оценке экспертов, сейчас экологическая ситуация в районе практически соответствует норме. Экологическая ситуация улучшилась, и в дальнейшем, конечно же, тоже нет той угрозы, которая могла бы быть в случае возгорания всей территории, всей той кучи. Ситуация чрезвычайно объявлена была не в связи с высокой загазованностью, а в связи с тем, что была угроза высокой загазованности. Тушить гору опилок и древесного мусора начали в январе этого года. Тогда же на территории предприятия Енисейского ЦБК был введен режим чрезвычайной ситуации. На запах и дым от тлеющих стружек жаловались жители окрестных районов. Было принято решение растащить кучу и залить очаги водой. При этом специалисты рассматривали и другой вариант – сделать насыпной саркофаг из золы. Но от него вовремя отказались, ведь это могло только усугубить ситуацию. Надо было на эту кучу привезти достаточно большое количество золы. Привезли мы эту золу, что было бы. Тление у нас внутри продолжалось. Пришло лето, ветер, зола бы это по всей территории у нас разносилось. Добавлялись бы еще эти газы. То есть эффекта, тот, который мы хотели бы получить, не получили. Зато теперь на этом пустыре можно будет хоть цветы высаживать, хоть целый парк разбить. Опилки сделают почву более плодородной. Как именно будет использоваться земля, вопрос пока открытый. Но по заверению руководителя департамента городского хозяйства Игоря Титенкова, решение будет взвешенным. Здесь будем советоваться. Здесь будет приниматься решение, которое должно быть взвешено. Здесь у нас еще свои планы на взыскание той суммы средств, которая будет затрачена именно на ликвидацию черчайной ситуации с ЦБК. Поэтому здесь у нас все должно быть еще до конца, точка поставлена чуть попозже. Режим чрезвычайной ситуации с территории пока не снят. Согласно плану, это должно произойти 29 апреля. Тем не менее, власти намерены не торопиться. Окончательное решение будет принято по итогам заседания специальной комиссии. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко. Новости. Денис Тимошенко. Новости.